Ну что, дождались, допрыгались? Именно так выглядит киберапокалипсис. Сегодня антивирус Краудстрайк сломал Windows практически по всему миру. Почти во всем мире фиксируется глобальный IT-сбой. СМИ пишут, что он уже затронул банки, сотовую связь, интернет, авиакомпании и многое-многое другое. Глобальная техническая неисправность затронула системы в США, в Британии, в Германии, в Японии, Израиле, в Индии и во многих других странах. Причина аномальных сбоев системы защиты Краудстрайк. Разработчик уже подтвердил наличие связи между ее программным обеспечением и неполадками в работе Windows. Решить проблему можно, переведя компьютеры в безопасный режим и удалив определенные компоненты программного обеспечения, но не все так просто и не везде это возможно сделать. Сбой не связывают с кибератаками, но его последствия будут огромные, предупреждают эксперты по кибербезопасности. Это все началось сегодня и сколько это еще продлится, непонятно, какие будут долгоиграющие, так скажем, проблемы, убытки и последствия. Будем наблюдать, потому что вот буквально сегодня все это случилось. И как считает основатель компании по киберисследованиям Сенат Арун, цитата, Сегодня день гибели Краудстрайк. Нужно отметить, что Россия осталась не затронута глобальным сбоем, поскольку Краудстрайк в стране почти не используют. Кроме того, сам же Windows отключил большинство российских серверов от облачной платформы еще год назад в рамках санкций. Давайте посмотрим, что вот вообще известно к этому часу о массовом сбои в работе Windows. Итак, как я уже сказала, причиной массового сбоя стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе Windows, известная как синий экран смерти. По имеющимся данным, проблемы могло вызвать последнее обновление программного обеспечения по безопасности компании Краудстрайк. Устройства и серверы, на которых оно установлено, цитата, «отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки». Сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft стал причиной отмены как минимум 130 и задержки более 200 рейсов американских авиакомпаний, сообщает нам с вами CNN. Дальше. Международный аэропорт Беренлин-Бранденбург приостановил работу из-за технических проблем. Сбои в Microsoft сказались на работе и нидерландского аэропорта, и международного аэропорта Эдинбурга. Аэропорт в индийском Дели вообще переведен в режим ручного управления. Коснулась это и системы оповещения. Вместо экранов там используют доски и маркеры. И еще авиационное управление США потребовало, чтобы все рейсы срочно приземлились из-за технического компьютерного сбоя. И только что Центральный банк Израиля заявил, что группа банков страны также столкнулась с системным техническим сбоем. А вот британские железнодорожные компании объявили, что приостанавливают вообще свою деятельность из-за киберотключений. Среди затронутых критической ошибкой фирм также значится ирландский авиаперевозчик Rainer. Турецкие авиакомпании испытывают проблемы с бронированием билетов и регистрацией на рейсы. Майкрософт отмечает постепенную стабилизацию ситуации после многочисленных жалоб со всего мира на проблемы с доступом к серверам компании. Работа над устранением, неполадок ведется и продолжается. Это вот то, что известно на этот час даже. Не на сегодня, а прямо на этот час. Ну и коли мы уже с вами затронули компанию Майкрософт, еще одна новость небольшая. Майкрософт закрыла крупное подразделение, которое занималось вопросами разнообразия равенства и инклюзивности. А я вам напомню, что в 2020 году Майкрософт взяли на себя обязательства по улучшению вот этого самого разнообразия равенства и инклюзивности. В частности, была разработана инициатива расового равенства. В ее рамках компания в том числе обещала удвоить количество темнокожих и афроамериканских руководителей в своих подразделениях в США к 2025 году, ну то есть к следующему году. А также повысить расовое разнообразие на рабочих местах. И короче, до 2025 года, как вы поняли, они не дотянули, ну в этой программе я имею в виду. И вот теперь команду расформировали буквально пару недель назад, то есть с 1 июля 2024 года, цитата, в связи с изменениями потребностей бизнеса. Но, видимо, бизнес уже не так нуждается в расовом разнообразии, равенстве и прочей инклюзивности. Экс-сотрудник компании написал, что усилия в области разнообразия, равенства и инклюзивности больше не считаются, цитата, критически важными, как это было в 2020 году. По его словам, в связи с этим Microsoft и решил расформировать вот это вот подразделение. Сколько сотрудников затронули сокращения, пока неизвестно. А вот бывший руководитель команды по инклюзивности, разнообразии и равенства Microsoft выразил опасение, что аналогичные подразделения в других крупных компаниях, ну которые не относятся к Microsoft, в других крупных компаниях, также находятся под угрозой. А я вам еще напомню, что по данным СМИ в прошлом году, то есть в 2023 компаниях Google и Meta уже сократили свои подобные программы по разнообразию и равенству. Однако представитель Microsoft заявляет, что обязательства компании в сфере разнообразия, инклюзивности и вот этого всего остаются неизменными. Он сообщил, что стремление компании к улучшениям в этой области непокобелимо, ну непоколебимо естественно. И она продолжает уделять ей особое внимание. Других комментариев по ситуации Microsoft пока не дали. Что думаете по этому поводу, по вот этим всем программам? Разнообразие, равенство и прочим вещам. То есть понимаете, это не просто программа в рамках компании, это был целый отдел, целая группа, которая вот этим всем занималась. Интересно, как это все выглядело. Если вы знаете как, напишите обязательно в комментариях, будет интересно почитать. То есть целая, даже не группа, а целое подразделение. Пока вот я не могу вам сказать, сколько там сотрудников было, ну прям вообще всю команду распустили. Ну отправили на вольные хлеба, то есть закрыли. И вот так ли было необходимо, да, вот именно целое подразделение, и чем они там вообще занимались, как они работали, что они изучали, как они, как это вообще было, какое точнее влияние это оказывало на прием на работу. Тут же видите, как интересно, что обещали удвоить количество темнокожих и афроамериканских руководителей только в США к 2025 году, но, как мы видим, что-то пошло не так. Так закрыли, так как считают, что это не так важно, как было в 2020 году. А вот, кстати, в 2020 году там, если вы помните, было прям целое движение, вот эти жизни темнокожих важны, или как-то так афроамериканские жизни важны, как-то так это все дело называлось. Ну я знаю, как это называлось, просто не хочется произносить в эфир, на всякий, так говорится, пожарный, потому что, ну, адская цензура на ютюбе, я все время обращаю на это ваше внимание, поэтому приходится иногда время от времени вот так вот как-то завуалированно говорить. И да, вот что ни странно, мат можно время от времени, ну, то есть прям матюки конкретные такие, а вот ряд слов, ну, всякие измы, да, например, тер, там поняли, да, изм и прочие измы, вот нельзя почему-то реагирует иногда на это ютюб не самым приятным образом. Поэтому тут тоже вот приходится как-то лавировать в этих всех сложных условиях. Так вот, вот это все как раз было в 2020 году, и они, значит, впереди паровоза поскакали делать вот это самое подразделение. Вообще, знаете, большие компании, они, для них характерно вот это вот, набрали сотрудников год, два, три, расформировали, выгнали всех. Ну, вот тоже, да, с одной стороны, интересно работать на большую такую крупную компанию, ну, прям буквально, да, можно сказать, монополистов в своей области, а с другой стороны вот так, вот так взяли под зад коленом и до свидания. Ну, мне прям интересно, что же они там рассматривали, как же они, как у них строился вообще рабочий день, кто-то знает, прям интересно. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях вот это все разнообразие, равенство, инклюзивность, может, что-то там изучали. Ну, вот, тем не менее, неважно, говорят теперь. К 25-му году обещали, обещали, все, наверное, там обрадовались, но все схлопнулось. Вот такие вот новости на сегодня. В общем, ждем развития событий, как будут дальше по поводу вот этого глобального сбоя, IT, вот этих всех вещей, потому что, конечно, это огромное влияние имеет на жизнь, на функционирование, блин, всего, банков, сотовой связи, интернета. Вот, опять же, обеи компании очень сильно пострадали. В общем, во многих областях жизни это, конечно, ну, выглядит как киберапокалипсис, его так, собственно, и называют. Ничего нового. Ну, будем смотреть, будем следить за развитием событий.